Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем исследование по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Принес ли Христос мир на землю или войну, меч? И мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 по 36 стих, и Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Я прочитаю сначала отрывок из Матфея. Здесь Христос говорит, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И следующая цитата Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «Иисус же сказал им вторично, мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». «О чем это? Меч, который приносит Господь в этот мир, это меч обоюдоострый, то есть заточенный о двух сторонах, то, что указывает на ветхий, одна сторона, и новые заветы, другая сторона этого меча». То есть Христос принес на землю не войну, как думают некоторые люди, а то естественное разделение, которое возникает в мире грешников, когда среди них появляются праведные по вере. Реакция на них бывает всегда весьма болезненна. Следовательно, это разделение на тех, которые принимают решение исправиться и больше не грешить, и на тех, которые хотят оставаться в том же прежнем греховном состоянии. Мне известны случаи, когда люди исправлялись, но общество осуждало этих людей, общество пыталось как бы образумить этих людей, как будто общество занимается апологией греха и безнравственности. И второй текст, который мы прочитали, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Отец Небесный послал Сына не судить мир. Я уж не говорю о какой-то войне, а спасать мир. В этом заключается миссия Христа. И когда Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, дверями затворенными Он является к апостолам и говорит, «Мир вам», то есть отныне мир между Богом Отцом и родом человеческим. Потому что в результате грехопадения первые люди оказались во враждебном отношении с Богом. И символом этих враждебных отношений с Богом был огненный херувим с огненным обращающимся мечом, которым Он препятствовал людям вернуться в рай. Но страданиями Иисуса Христа, чудом Его воскресения, мы имеем доступ в рай сладости. Потому что в Иисусе Христе мы имеем мир с Богом Отцом и возможность стать причастными к благодати Духа Святаго. О том, что меч имеется в виду именно обоюдоострый, давайте посмотрим, что говорится в 149-м псалме, 5-й по 9-й стих. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в вузы и вельмош их в оковы железные, производить над ними суд писаной, честь сия всем святым его, Аллилуйя!» О чем это? О том, что Слово Божие, которое в руках святых, оно и будет судить все народы и племена, всех царей земных, правителей земных, в день страшного суда. Как и Христос говорил апостолам, вы будете судить мир. Причем Церковь будет судить не только мир человеков, но даже мир ангелов. Об этом тоже говорится на страницах Священного Писания. И еще один текст, где тоже аллегорически говорится о том, как должен быть духовно вооружен каждый христианин, и вы увидите, что эти всеоружия Божие не есть физические, материальные ножи, пилы, копья, стрелы и мечи. Это апостол Павел, послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 17 стих. «Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие». Вот дальше мы увидим, что такое всеоружие Божие. «Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чесло ваше истинною». То есть чесло надо припоясать истинною. «И облегшись в броню праведности» – вот что нас защищает на духовной войне – броня праведности. «И обув ноги в готовность благовествовать мир», то есть проповедовать мир Божий. «Апачи всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого – это соблазны. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Таким образом, друзья, мы устанавливаем с вами, что ни о какой материальной, физической брани, войне Христос не говорит. И когда Он говорит, что Он принес меч на землю, имеется в виду само Слово Божие, то есть сам Христос, о котором сказано в Евангелии Атаана, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истинная». Друзья, берегите себя в эти дни. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова